Ну что, здравствуйте еще раз. Меня зовут Марина Коваленко, и в этом сезоне вебинар буду вести я. Сегодня мы с вами встретились не просто так. Сегодня у нас вебинар по биологии для учителей и учащихся. Вебинар на тему «Особенности подготовки к ОГЭ-2016». Ведет его Анастасия Анатольевна Кириленко, учитель высшей квалификационной категории, автор учебно-методических пособий издательства «Легион». С графиком дальнейших вебинаров вы можете ознакомиться на нашем сайте. Сделать это достаточно легко. Зайдите в раздел «Наши проекты. Вебинары». Там выбираете предметную категорию, в данном случае биология, и смотрите далее запланированные вебинары. Также вы можете запланировать участие. В этом случае вам нужно будет оставить адрес своей электронной почты, и на конуне вебинара вам придет напоминание о том, что вебинар скоро состоится, и ссылка для входа в мероприятие. Все материалы проводимых вебинаров мы размещаем на нашем сайте. Сегодня в 17.00, ровно после этого вебинара, мы разместим ссылку для скачивания презентации и всех материалов к сегодняшнему вебинару. Через некоторое время, буквально на этой неделе, будет доступна также запись для скачивания и для просмотра видеозаписи этого вебинара. Для получения сертификата участника вебинара вам необходимо полностью заполнить анкету при входе вебинара. Пожалуйста, будьте внимательны, заполняйте анкету полностью, потому что все данные из этой анкеты берутся в сертификат. Все поля аккуратненько заполните. Если вдруг у вас будет какая-то опечатка, то эта опечатка, к сожалению, перейдет также в ваш сертификат. Будьте внимательны. Если вы в этой анкете не укажете фамилии, имя, отчество людей, желающих получить сертификат, также, к сожалению, сертификат вам не перейдет, потому что мы отправляем только именные сертификаты. Будьте внимательны, и если вы все правильно заполните, никаких вопросов, проблем у вас не возникнет. И сертификаты будут отправлены в течение 10 рабочих дней на вашу электронную почту. Вебинар наш пройдет с 15 до 16.30 по московскому времени. Я буду все время с вами в чате, буду под именем модератор. Вы можете прислать мне вопросы, я буду на них отвечать, а вопросы по содержанию буду передавать нашему автору. Ну, если у вас нет никаких вопросов на данный момент, то я с удовольствием предоставляю слово Анастасии Анатольевне и желаю вам приятной работы. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Возможно, к нам присоединились еще и наши будущие выпускники. Я тоже их приветствую. И начнем нашу работу. Сегодня мы с вами поговорим о том, какие особенности характерны для экзаменационной работы для сдачи основного государственного экзамена по биологии за курс основной школы. И разберем подробно и детально один из вариантов. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Вы можете их писать по ходу. Может быть, какие-то будут у нас такие части небольшие, да, остановки. Мы будем отвечать на вопросы, возможно, что по ходу нашего вебинара. Итак, сначала несколько слов о том, какую структуру имеет работа и вообще какие новшества в этом году есть в государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация за курс основной школы с этого года предполагает сдачу выпускниками четырех экзаменов. Два из них обязательные для всех. Это русский и математика, как и было в предыдущие годы. И два экзамена выпускники должны выбрать по своему усмотрению. Те предметы, которые они будут выбирать для прохождения государственной итоговой аттестации, они будут проходить в режиме или в формате ОГЭ основного государственного экзамена, в том числе и по биологии. Для детей, у которых есть особенности, особенности, связанные со здоровьем, они проходят государственную итоговую аттестацию в формате выпускного государственного экзамена, ГВЭ. Сегодня речь пойдет об основном государственном экзамене по биологии. Итак, какую же структуру имеет экзаменационная работа? Она включает две части и состоит из 32 заданий. В первой части работы 28 заданий разного типа и разного уровня сложности. Во второй части 4 задания. Время выполнения работы, отводимое выпускнику, 3 часа 180 минут. В первой части есть задания базового уровня, есть задания повышенного уровня, и оцениваются эти задания от 0 до 3 баллов. Из этих 28 заданий 22 задания предполагают выбор одного верного ответа из 4 предложенных, и ответ на эти задания оформляется в виде цифры. 6 заданий следующих являются заданиями повышенного уровня сложности. Из них 2 задания предполагают выбор выпускником 3 верных из 6 предложенных, и ответ выглядит в виде последовательности цифр. Одно задание на установление соответствия между живыми объектами и, скажем, их особенностями, между живыми объектами и систематическими категориями, между какими-то частями живого организма, скажем, это могут быть части клетки, и особенностями, функциями, которые характерны для этих составляющих. Одно задание на установление последовательности. Как правило, установление последовательности каких-то практических действий. Например, установление последовательности действий при закладке опыта по определению схожести семян. Может быть, это установление последовательности действий при рассмотрении готовых микропрепаратов под микроскопом. Либо это практические действия, которые должны совершать в определенной последовательности, чтобы приготовить временный препарат и только потом его рассмотреть под микроскопом. Одно задание на включение в текст пропущенных терминов. Небольшой текст биологического содержания. В нем есть пропуски понятия терминов, есть соответствующий список, перечень этих терминов. И из этого списка выпускник выбирает пропущенные слова. И одно задание, последнее в первой части, 28-е, на соотнесение морфологических признаков либо растительного организма, либо животного организма с предложенными моделями. То есть вот такое составление характеристики, используя какие-то предложенные модели. Вторая часть экзаменационной работы включает в себя 4 задания. Это задания, которые предполагают развернутый ответ. Оформляются ответы на эти задания на специальном бланке. Ну и как я сказала, 3 часа даются выпускнику для выполнения этой работы. На этом слайде вы можете увидеть, какие содержательные блоки проверяются контрольно-измерительными материалами, предназначенными для основного государственного экзамена. Вы видите, что таких содержательных блоков 5. И вот один из них, четвертый человек и его здоровье, выделен красным цветом, потому что задания именно по этому разделу преобладают в работе, в экзаменационной работе. Хочу обратить ваше внимание, что не предусмотрены для сдачи основного государственного экзамена умения выпускников решать задачи по генетике, задачи по цитологии, по молекулярной биологии. Вот таких заданий не будет. Дальше, вот на этом слайде, можно увидеть, каким образом рекомендовали в прошлом году учебном, в 2015-м, переводить тестовый балл, полученный выпускником при сдаче основного государственного экзамена по биологии, в школьную отметку. Кроме этого, в рекомендациях всегда указывается, какое количество баллов необходимо набрать выпускнику для того, чтобы поступить в профильный класс. Класс, в котором биология будет профилирующим предметом. Ну, конечно, эта шкала носит рекомендательный характер, но, тем не менее, я думаю, что выпускники должны понимать, какое количество баллов необходимо набрать для того, чтобы успешно продолжить обучение в 10-м, в 11-м классе, где биология будет изучаться уже на профильном, а не на базовом уровне. Другую информацию, более подробную, вы можете найти на сайте Федерального института педагогических измерений, там есть раздел ОГЭ, там можно найти методические рекомендации, новые какие-то документы там появляются. Там же размещены демонстрационные версии, кодификаторы, спецификации экзаменационных работ. Вы можете узнавать там какие-то еще новшества к новинке и изменения, какие происходят в процедуре прохождения государственной итоговой аттестации. Там же есть открытый банк заданий, но я бы еще посоветовала воспользоваться сайтом Дмитрия Гущина. Выпускники и старшеклассники знают его, как сайт «Сдам. Решу. ЕГЭ». А вот еще недавно открыты у него страницы, которые называются «Сдам. ГИА». Вот внизу на слайде есть адрес электронный, ссылка на этот сайт. Там тоже можно найти демонстрационные версии экзаменационной работы прошлых лет. Так, ну в этой части вот у меня все, как бы такая вводная о том, какие особенности и какова структура самой работы. А теперь мы непосредственно перейдем к решению, к разбору одного из вариантов, который предназначен для подготовки к основному государственному экзамену. Я буду комментировать каждый вопрос и будем находить правильные ответы. А также я буду говорить о том, из какого раздела, из какой элемент содержания проверяет каждое задание. Итак, первые вопросы – это вопросы, которые посвящены знаниям. Проверки знаний методов научного исследования, уровней организации живой природы. Итак, необходимо определить пример какого научного метода иллюстрирует сюжет картины «Саврасово, грачи прилетели». Здесь хотелось бы прокомментировать все перечисленные научные методы. И самый старейший из них – это метод наблюдения. Особенность этого метода состоит в том, что наблюдают за живыми объектами в их естественных условиях, не изымая из природы. То есть вот это имелось в виду. Опыт и эксперимент – это перенос уже живых объектов в лабораторные условия, в какие-то условия, которые созданы специально. Кроме этого, условия в данном случае можно изменять, можно менять какие-то параметры. И опять-таки наблюдать за тем, какие происходят изменения с живыми объектами или с процессами, которые изучает исследователь. И моделирование – это один из современных методов, который позволяет делать компьютерные модели целых объектов и даже экосистем. И затем путем изменения, виртуального изменения каких-то параметров, факторов, причем совокупности параметров, можно наблюдать, что происходит не только с отдельными живыми организмами, а с целой экосистемой. И даже строить прогнозы на несколько лет вперед, что будет происходить, если вот будут такого рода изменения. Итак, в данном случае мы просто созерцаем, наблюдаем и констатируем тот факт, что пришла весна, и грачи прилетели, строят, занимают свои гнезда, приводят их в порядок. Поэтому здесь иллюстрация метода наблюдения. Очень часто делают ошибки, кстати, вот на первых заданиях, когда нужно на конкретном практическом примере применить теоретические знания. Следующий вопрос посвящен, это вопрос из темы химический состав клетки, это многообразие клеток, их какие-то отличительные особенности. В данном случае нам необходимо вспомнить какую-то информацию небольшую о каждом из предложенных веществ. Итак, какое вещество входит в состав клеточной стенки грибов? Крахмал, этот ответ нам не подойдет, потому что крахмал является запасным питательным веществом, которое накапливается в клетках растений. Целлюлоза, это тоже углевод, это полимер, и входит в состав клеточных стенок растений. Грибы имеют как признаки сходства с растениями, так и признаки сходства с животными. Муриин – это вещество, которое характерно для бактериальных клеток, и входит в состав клеточной стенки бактерий, а вот хитин – это вещество, которое как раз-таки составляет основу клеточной стенки грибов. По своему происхождению, по химизму, хитин тоже является углеводом. У животных хитин входит состав наружных скелетов, например, как у членистоногих, у ракообразных. Так, переходим к следующему вопросу. Здесь ответ третий будет. И переходим к следующему вопросу. Вот одна такая серия вопросов, в которых допускаются ошибки, только потому, что выпускники очень часто не имеют представления, визуального представления, как выглядит тот или иной организм. Нам нужно из этого списка выбрать организм, который является одноклеточным. Для этого мы сначала вспомним образы этих животных, как они выглядят. Итак, аскорида – это паразитический червь, это круглый червь, естественно, вот по внешнему виду назвать его одноклеточным нет никакой возможности. Галатурия. Галатурия тоже наверняка знакомый организм, другое название этого организма морского обитателя – морской огурец. Рапана – это брюхоногий моллюск, довольно крупных размеров, обитатель морей, тоже, наверное, известно. А вот хлорела – это как раз-таки одноклеточное зеленое водоросль. Поэтому в данном случае правильный ответ – 4. Переходим к следующему вопросу. Вопрос из курса, из раздела растения, ботаника. И необходимо найти пару растений, которые имеют двойной околоцветник. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вспомнить, какой околоцветник называется двойным, а какой простым. Итак, вот здесь на рисунке показана схема. Это простой околоцветник, который состоит только из лепестков, только из венчика. Двойной околоцветник представлен и венчиком, состоящим из лепестков, а также из чашелистиков, которые образуют чашечку. Итак, двойной околоцветник – это венчик и чашечка. Теперь посмотрим на фотографии предложенных растений. Лилия из семейства лилейных. Это однодольное растение. Околоцветник, вы видите, очень хорошо на фотографии видно, околоцветник простой, чашелистиков не образуется. Слива. Тут же на фотографии очень хорошо видно, что есть чашечка, состоящая из пяти зеленых чашелистиков. У сливы околоцветник двойной. Следующее растение – баклажан, семейство посленовый. Тоже цветок имеет двойной околоцветник. И даже чашелистики сохраняются при образовании плодов. И последнее растение из нашего списка – это чеснок. Чеснок – представитель семейства луковые, однодольные растения, у которых простой околоцветник. Поэтому мы должны выбрать ответ номер два. Слива и баклажан – это растения, цветки которых имеют двойной околоцветник. Переходим к следующему вопросу. Вопрос тоже из курса ботаники, а именно классификация покрытостей у них. И нам предлагается формула цветка. Я напомню, что в формуле цветка записывается количество чашелистиков, лепестков, тычинок и пестиков. Это формула цветка, которая характерна для растений семейства розоцветные. В слайде представлены четыре рисунка. Помидор, томат, ландыш, вишня и фасоль. Томат относится к семейству пасленовых, имеет похожую, но несколько другую формулу. Во-первых, тычинок пять, потом они срастаются, как и лепестки, так и чашелистики. Лилийные, к которым относится ландыш, имеет, обратите внимание, простой околоцветник, чашелистиков не образует. Фасоль из семейства бобовые, цветок имеет особую структуру и название лепестков. И вот к разноцветным относится вишня, которая и будет соответствовать именно эта формула цветка. Обратите внимание, сейчас хорошо видно пять лепестков, чашелистики, к сожалению, скрыты, много тычинок и один пестик. Плод образуется в костянках. Следующий вопрос из курса зоологии. И тоже необходимо по одному из отличительных признаков определить животное, которому соответствует этот признак. Итак, нам необходимо выделить то животное, которое имеет кровеносную систему. На слайде представлены представители, представлены животные из подсорств без позвоночных. Самыми примитивными из них являются медузы, цифоидные полипы, коралловые полипы и актинии, относящиеся к типу кишечно-полосных. Под цифрой 3 обозначен плоский червь. Представитель типа плоские черви – это белая или еще и называют молочная планария. Организм многоклеточный, тело уже делится не только на ткани, но уже образует органы и системы органов. Ну, например, пищеварительную, нервную систему. А вот кровеносная система появляется уже впервые у представителей кольчатых червей. Представителя на слайде нет из этого типа. Зато есть представитель типа членистоногий, класс насекомый. Вот именно эти животные имеют кровеносную систему незамкнутого типа. Поэтому правильный ответ в данном случае будет первый. Седьмой вопрос. Это тоже из курса зоологии вопрос. И необходимо выбрать пару животных, которые бы относились к отряду бесхвостых земноводных. Опять, чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь просто представление, как выглядят те или иные представители класса земноводных. Так, сейчас на слайде вы видите кольчатую червягу. Она относится к отряду безногих земноводных. Суринамская пипа. Это бесхвостая земноводная. Очень оригинальный способ размножения. Вот здесь ядовитая краснобрюхая жерлянка. Тоже отряд бесхвостые. И вот так выглядит огненная саламандра. Это отряд хвостатые. Следовательно, бесхвостыми являются суринамская пипа и жерлянка. Поэтому правильный ответ. Здесь будет ответ второй. Переходим к следующему вопросу. Вот теперь начинается серия вопросов из курса человека и его здоровья. И начинают эти вопросы, которые... Значит, вот под номером 8 вопрос. Это либо признаки, которые отличают человека от других млекопитающих. Это признаки, которые являются, например, общими и для млекопитающих, и, возможно, для человекообразных обезьян. В данном случае необходимо выделить тот признак, который сближает древнейших людей с современными. Ну, вот здесь картинки расположены на слайде. Для того, чтобы просто проиллюстрировать и показать, в чем же отличие древнейших людей и современных людей. Конечно, развитое мышление в этот ответ не подойдет. Соответственно, мы сразу можем убрать и четвертый вариант ответа о хорошо развитом надбровном валике. Это признак примитивного мышления. У современных людей надбровного валика нет. Лицевой отдел черепа преобладает надмозговым не у людей, не у древнейших людей, не у современных людей, а у, скажем, человекообразных обезьян. Но вот объединяет, казалось бы, таких разных представителей именно хорошо развитая левая полушария. Древнейшие люди, как и современные, в основном являются праворукими. А это признак того, что очень хорошо развита левая полушария. Ну, вот на картинке, на репродукции хорошо видно, что ведущей рукой у древнейшего человека является правая рука. Итак, правильный ответ. Ответ 3. Следующий вопрос. Тоже вот картинка размещена на слайде для иллюстрации. Курс «Человек и его здоровье» это тема железо-внутренней секреции, это регуляция функций человеческого организма, регуляция жизнедеятельности. Гигантизм у человека развивается при гиперфункции железы. Именно гипофиз вырабатывает гормоны роста или соматотропин, который регулирует ростовые процессы на разных этапах развития человека. И если в детском возрасте у ребенка вырабатывается соматотропина больше, чем необходимо, то возможно развитие такого заболевания, такого состояния, как гигантизм. Если же в детском возрасте будет не хватать гормона роста, то развивается, наоборот, карликовость. Есть случаи гиперфункции гипофиза во взрослом состоянии, но тогда развивается другое заболевание, когда увеличиваются какие-то определенные части тела, скажем, нижняя челюсть, увеличится в размерах кисти рук, нос. Это другое состояние. Поэтому гигантизм развивается при гиперфункции гипофиза, который продуцирует гормон роста. Надпочечники продуцируют адреналин и норадреналин, например. Щитовидная железа продуцирует тироксин и эпифиз, например, мелантропин. Так, переходим к следующему вопросу. Значит, здесь правильный ответ первый. Десятый вопрос. Опорно-двигательная система человека. И вопрос заключается в том, что необходимо выяснить или ответить с помощью каким образом соединяется нижняя челюсть с височной костью. Для этого давайте сначала мы вспомним вообще, какие существуют способы или типы соединения кости. Здесь вот на рисунке представлены три типа основных. неподвижная, которая включает не только соединение с помощью швов, но и сращение костей. Например, кости черепа человека, они соединяются неподвижно с помощью швов. А вот, например, позвонки крестцового отдела позвоночника соединяются между собой путем сращения. Тазовые кости образованы тоже путем сращения костей. позвонки позвоночника поясничного, грудного, шейного отдела соединяются полуподвижно. Это так называемые полусуставы, то есть у них ограничены движения. И подвижное соединение костей называется суставами. Здесь вы видите на рисунке разные виды суставов, тазобедренный, коленный, локтевой. Теперь давайте посмотрим на строение черепа человека с обозначением костей. Здесь очень хорошо видно, что большинство костей соединяются, особенно кости мозгового отдела черепа соединяются неподвижно с помощью швов. Но нас интересует, как же соединяется нижняя челюсть с височной костью. Для этого мы сейчас посмотрим с вами такую интерактивную схему. Сейчас. Так. Итак, нижняя челюсть соединяется подвижно с височными костями. Вот здесь хорошо видно, это обеспечивает возможность человека разговаривать и пережевывать пищу. Все остальные кости черепа соединены неподвижно. Итак, правильный ответ это с помощью суставов, то есть подвижное соединение костей нижней челюсти с височной костью. Одиннадцатый вопрос. Вопрос о строении состав крови, это опять раздел человека, его здоровье, внутренняя среда, организм. Итак, необходимо указать содержание каких клеток крови наибольшее в одном кубическом миллиметре крови. Лимфоциты и нейтрофилы это белые кровяные клетки, их еще это особые разновидности лейкоцитов, которые, количество которых варьирует там в пределах 4-8 тысяч на кубический миллиметр крови. Тромбоциты это кровяные пластинки, которые обеспечивают свертывание крови. Эритроциты это клетки крови, которые транспортируют кислород и углекислый газ. И вот этих клеток больше всего в кубическом миллиметре у взрослого человека порядка 5 миллионов клеток содержится в одном кубическом миллиметре. Поэтому правильный ответ 4. Следующий вопрос это система органов кровообращения и необходимо выяснить какие сосуды обеспечивают превращение венозной крови в артериальную. Давайте для этого вспомним какие основные виды типа сосудов образуют систему кровообращения от человека. И в соответствии с тем какое они имеют строение и функцию выполнять мы сможем найти правильный ответ на этот вопрос. основные типы кровеносных сосудов которые есть в организме человека артерии артерии это сосуды которые несут кровь от сердца и так как они принимают первые порции крови под большим давлением эти сосуды имеют очень упругие толстые стенки для того чтобы выдерживать это давление вены это сосуды которые несут кровь к сердцу то есть противоположном направлении их отличительная особенность заключается в том что у них очень эластичные мягкие стенки которые даже способны растягиваться для того чтобы предотвратить обратный ток крови внутри вен имеются полулунные клапаны и самые мелкие сосуды но их количество огромное состоят эти сосуды всего-навсего из одного слоя клеток это капилляры вот в этих сосудах мелких и происходит газообмен как превращение артериальной крови в невеносную и обмен веществ то есть они отдают питательные вещества сбирают продукты обмена так и наоборот они могут в них поступает кислород идет удаление углекислого газа и обогащение крови в этих сосудах питательные вещества поэтому правильный ответ на вопрос это ответ 4 хочу обратить внимание на второй вариант ответа артериолы это тоже артерии но более мелкие они тоже несут кровь от сердца и в них не происходит превращение крови из венозной в артериал 13 вопрос вопрос физиология пищеварительной системы то есть это органы пищеварения и так нужно определить с помощью какого вещества или под действием какого вещества происходит образование пищевого комка для того чтобы ответить на этот вопрос давайте вспомним вообще что мы знаем о перечисленных веществах лизоцин мальтаза муцин и птиолин это вещества которые входят в состав слюны слюна вырабатывается слюными железами попадает в ротовую полость лизоцин вещество с бактерицидными свойствами это вещество которое убивает бактерии способствует очень быстрому заживлению ранок в ротовой полости мальтаза и птиолин это ферменты ферменты которые действуют на группу органических соединений на углеводы причем птиолин способствует расщеплению сложных таких соединений полимерных как крахмал и гликоген разбивая их на более мелкие составляющие например расщепляют до мальтаза мальтаза это дисахарид до мальтозы прошу прощения и мальтаза это фермент который как раз таки расщепляет мальтозу до глюкозы до мономеров муцин это особое вещество которое делает пищевой комок скользким склеивает пищевые частицы тем самым происходит уменьшение трения и обеспечивает беспрепятственное прохождение пищевого комка через глотку пищевод и желудок и так правильный ответ будет муцин 14 вопрос это тема из курса человек его здоровья это вопрос по теме обмен веществ и конечными продуктами распада углеводов могут в принципе продуктами распада углеводов могут являться все перечисленные здесь вещества АТФ образуется в результате энергетического обмена где субстратом для этого обмена будет являться молекула глюкозы может образовываться молочная кислота при неполном расщеплении углеводов в ходе энергетического обмена без кислорода и накапливаться тогда в мышечных тканях вызывая мышечные боли но здесь ключевыми в вопросе являются слова конечными продуктами то есть это те вещества до которых вообще способны расщепиться углеводы в случае полного их расщепления поэтому правильный ответ это вода и углекислый газ это и есть конечные продукты распада углеводов переходим к следующему заданию задание из раздела человека и его здоровье тема анализаторы тема строения органа зрения и даже если еще быть точными это особенности свойства органа зрения человека и так как же называется способность человеческого глаз способность человека рассматривать предметы на разном расстоянии ну давайте сначала начнем со справочного материала и посмотрим что же такое дальнозоркость какова ее причина и что вообще происходит как видит человек у которого дальнозоркость сейчас откроется там вопросы есть итак дальнозоркостью страдают в основном люди пожилого возраста как правило вот сейчас вы можете увидеть что же происходит у человека дальнозоркость при рассматривании близко расположенных предметов у человека нет четкого видения какова же причина этого дело в том что у людей с дальнозоркостью глазное яблоко уплощенное уменьшено и изображение как видите появляется за сетчаткой поэтому нет четкого видения близко расположенных предметов те предметы которые располагаются далеко люди с дальнозоркостью видят хорошо для коррекции такого зрения врач выписывает человеку очки с двояко выпуклыми линзами это линзы которые называются собирающими и тогда изображение возвращается на сетчатку и человек хорошо видит близко расположенные предметы но только с помощью очков так теперь посмотрим что же происходит и каковы причины близорукости близорукость чаще всего встречается у молодых людей у детей у молодых людей у детей это люди которые видят хорошо близко расположенные предметы а вот те которые расположены далеко они видят размыто вот сейчас появляется на экране вариант как бы человек видел далеко расположенные предметы если он страдает близорукостью обратите внимание изображение появилось перед сетчаткой потому что при близорукости глазное яблоко удлиненное и для того чтобы скорректировать зрение при близорукости врач выписывает очки с линзами которые являются рассеивающими эти линзы двояко вогнутые и тогда изображение рассеивается отодвигается на сетчатку и человек с помощью линз или с помощью очков хорошо различает далеко расположенные предметы есть еще одно болезненное состояние но это состояние связано с тем что нарушена работа роговицы это первая преломляющая среда глаза прозрачная оболочка сейчас итак человек который страдает астигматизмом у него появляется вот такое изображение искаженное далеко расположенных предметов поэтому для корректировки зрения выписываются очки с цилиндрическими линзами изображение выравнивается и становится четко различимым четко видно и никакого пока отношения к возможности рассматривать предметы на разном расстоянии эти три болезненных состояния не имеют и вот мы доходим до такого качества до такого свойства как аккомодация аккомодация обладает хрусталик человеческого глаза он способен менять свою кривизну и тем самым обеспечивает нам рассматривание предметов на разном расстоянии нам не нужно прибегать к каким-то дополнительным средствам приборам чтобы рассмотреть предметы расположенные близко то есть мы можем читать потом перевести взгляд свой вдаль и увидеть нормально четко видеть расположенные предметы далеко обратите внимание что происходит и как вообще осуществляется вот эта вот способность рассматривать предметы на разном расстоянии хрусталик человека меняет кривизну сейчас объект который мы рассматриваем находится близко к глазу обратите внимание на форму хрусталика она округлая практически округлая теперь мы начинаем предмет удалять от глаза и с хрусталиком происходит то что он уплощается за счет этого меняется фокусное расстояние но изображение обращаю ваше внимание остается на сетчатке и так способность рассматривать предметы одинаково хорошо на разных расстояниях называется аккомодацией и обеспечивается это за счет изменения кривизны хрусталика поэтому правильный ответ под цифрой один следующий вопрос высшая нервная деятельность людей опять таки это раздел человека и его здоровье в принципе если рассматривать каждый вид памяти который здесь представлен на слайде двигательная образная смысловая эмоциональная может быть развита у всех людей но у одних лучше у других хуже вопрос заключается в том какой вид памяти хорошо развит у всех людей вне зависимости от их индивидуальных особенностей и особенно вне зависимости от их профессиональной деятельности потому что двигательная память лучше развита у людей которые занимаются скажем профессионально спортом может быть танцуют то есть там где движение играет ведущую роль образная память развита хорошо у людей творческих профессий это могут быть актеры артисты это могут быть художники музыканты смысловая память ну будем говорить что она лучше развита у ученых то есть те кто занимается наукой те кому важно скажем запоминать большие блоки информации формулы какие-то а вот эмоциональная память она развита хорошо у всех людей это память на эмоции на положительные отрицательные но здесь хотелось бы сказать что все-таки запоминаются лучше отрицательные эмоции помнится дольше вот на отрицательные эмоции память еще лучше расцвета то есть мы помним насколько нам было плохо больно нежели насколько нам было приятно и весел переходим к следующему вопросу вопрос все еще из раздела человека его здоровья но это вопрос по оказанию 1 до врачебной помощи это может быть вопрос на соблюдение правил правильного питания ведения здорового образа жизни и так далее и так на чем же необходимо обрабатывать кожу если человек получил соль солнечный ожог первой степени первая степень ожога характеризуется такими признаками как стойкое покраснение кожи повышение местное повышение температуры но при этом не образуются волдыри пузыри которые заполнены были бы жидкостью первая помощь при ожогах сводится к тому чтобы уменьшить страдания то есть нужно снизить температуру местно в этом вот именно в этом очаге пораженной кожи и тем самым облегчить страдания человека уменьшить болевой синдром перекись водорода используют для обработки ран скажем открытых может быть ран в которые попали попала могли попасть бактерии могли попасть споры бактерии или какие-то механические частицы вообще перекись она вредна для организма человека и в клетках есть особый фермент каталаза который сразу же перекись водорода расщепляет расщепляет ее до воды и кислорода и кислород в виде пузырьков и выходит из поврежденной вот ну из ранки и так далее за собой выносят все эти механические частицы возможно что бактерии которые проникают в раневую поверхность являются анаэробами для них кислород является ядовитым то есть они погибают перекись обладает вот такими качествами растительное сливочное масло если нанести его на кожу которая обожжена то растительное сливочное масло они будут образовывать тонкую пленку и таким образом будет нарушаться терморегуляция между окружающей средой и обожженной кожи поэтому растительное сливочное масло будут только усугублять страдания пострадавших а вот спирт и одеколон это вещества которые то жидкости которые очень быстро испаряются это летучие жидкости а при испарении всем известно тела охлаждаются поэтому при солнечном ожоге кожу необходимо обработать спиртом или одеколон но вообще загорать надо по правилам не допускать получение солнечного ожога и лучше использовать солнцезащитные кремы тогда вы защитите свою кожу от вредного воздействия ультрафиолитовых лучей следующий вопрос это вопрос из раздела экологии взаимоотношения организмов с окружающей средой так нужно объяснить определить какой группе организмов относятся изображенные растения причем группы экологически по отношению к воде чтобы ответить на этот вопрос давайте вспомним какие растения называются гидрофитами гиграфитами и так далее гиграфиты это наземные растения которые обитают в условиях повышенной влажности гидрофиты это обитатели воды причем если вы организм растения в частности вытаскиваете из убираете из этой водной среды то она выживать не сможет потому что эта среда оказывает еще и такую опорную опорное влияние поддерживает растение ксерофиты обитатели засушливых мест они страдают от недостатка влаги и поэтому у них есть ряд приспособлений для ее накопления запасания экономии во в конце концов и мезофиты это основная масса растений которые населяют нашу планету они произрастают в условиях среднего увлажнения на слайде вы видите сейчас два растения обитатели в пресных водоемах таким вот тихим течением либо с его отсутствием это желтая кубышка и белая и белая кувшинка растения которые органы которых расположены как бы в трех средах водной среде это корневище это стебель это черешки листьев сами листья находятся на поверхности воды на границе водной и наземно-воздушной среды и листья о нет не листи цветки плоды семенами и часть стебля находится воздушной среде если эти растения удалить из водной среды то не просто-напросто не выживут поэтому их относят группе гидрофитов правильный ответ 2 следующий вопрос это тоже из раздела экология тема биосфера и на функции и если живое вещество биосферы участвует создание каких-то горных пород ну например там торфа нефти возможно это меловые отложения то такая функция биосферы когда накапливается какое-то вещество эта функция называется концентрационной теперь вопрос номер 20 который нельзя привязать никакому элементу содержания то есть никакому разделу биологии это задания которые проверяют умение выпускников извлекать информацию представленную виде графиков или диаграмм уметь читать эти графики диаграммы и использовать их своей деятельности да каким-то образом то есть графики не только на математике нужно мечта и так нам известно что посадку клубни картофеля рекомендуют проводить при температуре воздуха не ниже плюс 15 градусов на графике который вы сейчас увидите представлен прогноз дневной температуры начиная с 1 по 21 апреля рассмотрев изучив график или этот прогноз нужно определить течение какого периода то есть какого по числа можно проводить посадку картофеля если прогноз погоды окажется верным и так вот представленный график температур на ближайшие дни в апреле и так мы можем сажать картофель при температуре 15 и выше градуса вот сейчас появилась красная линия горизонтальная как тот которые соответствуют как раз 15 градусов если внимательно посмотреть то мы увидим что с 8 апреля этот период температуры плюс 15 и даже выше будет с 8 по 15 числа значит в этот период можно сажать клубни картофеля так как рекомендуют какой температурный режим рекомендуется и так правильный ответ будет ответ под номером 3 следующее задание следующее задание представлено в виде таблицы причем между позициями 1 1 столбца данном случае это столбец который называется объект есть некая определенная связь с позициями 2 столбца в данном случае это пример дается список пропущенных список каких-то понятий одно из которых необходимо вписать вместе пропуск если внимательно посмотреть то есть такая зависимость плод семянка плод семянка развивается у растений из семейства сложноцветные значит по идее нам нужно вспомнить какое соцветие образуется у этих растений из семейства сложноцветные так переходим к вариантам ответа головка головка это соцветие простой соцветие развивается она в растении семейства бобовые не подходит нам этот вариант ответа зерновка это плод сухой плод плод характерный для растений семейства злаковые но речь идет о соцветие вопросе поэтому 2 ответ уже не подходит четвертый вариант ответа костянка костянка это тоже плод я перешла плавно сухих плодов к сочным плодам плод костянка развивается у растений из семейства розоцветные и так правильный ответ корзинка действительно у растений семейства сложноцветные или островы развивается характерный для них признак это наличие соцветия корзинка и под последний вопрос из этой части где нужно выбирать один ответ правильный из четырех предложенных задание номер 22 это определение верности суждений о каких-то скажем биологических теориях биологических принципах законов и так далее данном случае нас нам необходимо оценить два суждения которые обозначены условно а и б суждения о развитии знаний у клетки остановление тесны и так читаем суждения а открытие процесса клеточного отделения и формулирование принципа клетка от клетки принадлежит роберту броуну ну если вспомнить то принцип клетка от клетки был сформулирован не броуном а карлом бера а вот роберту броуну принадлежит открытие ядра клетки поэтому делаем заключение что суждение а неверно читаем следующее одноклеточные организмы сперматозоиды человека и бактерии были открыты антони ван левенгуком левенгук это был голландский исследователь голландец у которого было хобби биологии он конечно не имел никакого отношения до поры до времени у него было хобби он шлифовал стекла и получал линзы с различной разрешающей способностью ну вот у него было хобби шлифовать линзы не добиваться того чтобы они давали максимальное увеличение и этот человек был очень увлеченным он когда делал вот свои линзы то он рассматривал с их помощью все что попадет ему под руку мог порезать палец он мог рассмотреть воду которая долгое время стоит в бочке дождевую и действительно ему удалось открытие писать одноклеточные организмы это простейшие всевозможные он открыл сперматозоиды человека он открыл эритроциты человека им даже впоследствии были открыты и описаны бактерии и разные формы клеток и поэтому мы классифицируем до сих пор так бактерий как коки палочковидные виде значит спиралей в виде запятой вибрионы это вот все принадлежит левингу он сделал вот эти открытия поэтому второе суждение верно и правильный ответ мы выбираем 2 что верно только суждение b теперь переходим к следующим заданиям которые являются заданиями повышенного уровня сложности это задание тоже первой части но вот двадцать третье и двадцать четвертое задание предполагают выбор трех правильных ответов из четырех предложенных двадцать третьем задании необходимо из шести признаков выбрать те признаки которые характеризуют лейкоциты то есть те признаки которые характеризуют их особенности строения и функционирования прочитав все шесть признаков осуществления транспорта газов он содержит гемоглобин и так далее мы все читать умеете читайте без меня можно сказать следующее лейкоциты это белые кровяные клетки мы ходим с вами в предыдущих вопросах в одном из вопросов рассматривали видели изображение это клетки которые способны передвигаться с помощью с помощью ложноножек это клетки которые имеют оформленное ядро они могут вырабатывать особые вещества которые обеспечивают иммунитет иммунной реакции либо это они вырабатывают вещества либо они участвуют в процессах фагоцитоза поэтому правильным ответом на этот вопрос будут признаки 3 4 и 6 форма тел форма клетки непостоянно вырабатывают антитела и имеют ядро хочу обратить внимание что ответом на такого рода задания является последовательность цифр цифры необходимо в планке записывать в порядке их возрастания хотя конечно возможны варианты написания и по-другому 6 4 3 6 3 4 и так далее но все-таки лучше писать в порядке возрастания дальше задание тоже предполагает выбор трех правильных ответов вот смотрите здесь написано используя сведения выберите из них из приведенного ниже списка для утверждения которые относятся к описанию признаков животных и так сейчас нам придется из шести признаков которые характеризуют бобров выбрать только те признаки те утверждения которые бы соответствовали тому что бобры являются самыми крупными водными грызунами и так приступаем читаем сначала все признаки длина тела около метра масса 20-30 килограмм бобры очень чистоплотные животные и прежде чем отправиться за пищей они выходят на берег садятся на задние лапы опираясь на хвост тщательно расчесывают шерсть на боках брюхи голове бобры отлично ныряют и плавают могут оставаться под водой до пяти минут под водой передвигаются с помощью задних лап снабженных перепонками детеныши у бобров рождаются зрячими и с прорезавшими резцами бобры имеют мощные резцы и могут перегрызать стволы деревьев диаметром до 60 сантиметров и более у животных имеются особые железы выделяющие жировое вещество с запахом мускуса бобровую струю я вернусь на предыдущий слайд значит мы должны выбирать те утверждения которые соответствуют описанию самые крупные водные грызуны и так первое какие ответы будут соответствовать правильному ответу первое где сказано длине тела и массе это крупные живут третье это подтверждение того что бобры живут в воде то есть крупные это водные живут и пятое то что это грызуны есть характеристика их мощных резцов то есть по сути дела мы выбрали с вами описание морфологического критерия вида и экологического критерия вида обитания в воде чистоплодность животных и особое поведение при скажем совершении трат трапезы да когда они там отправляются питаться это будет это логический критерий критерий поведенческий наличие детенышей какими детеныши рождаются то есть это особенности размножения это характеристика физиологического критерия ну и вот последний пункт про особую железу которая вырабатывает вещество запаха мускуса это скорее биохимический критерий потому что выделение выработка особых веществ это как раз таки вот описание биохимического критерия ответом на этот вопрос тоже является последовательность цифр которую необходимо записать в порядке возрастания дальше вопрос который будет оценивать предыдущие два вопроса оцениваются в 2 по следующий вопрос следующее задание предполагает установление соответствия данном случае между растениями и семействами которым относятся эти растения и опять-таки сложности этого задания вызывается тем что не всегда выпускники помнят и знают как выглядят те или иные живые объекты давайте сначала вспомним как выглядит перечисленные растения но единственно чтобы вот все распределить по этим группам раз за распределить их на две группы розоцветные сложноцветные нужно помнить что у розоцветных 5 чашелистиков 5 лепестков что разоцветные способны образовывать плод костянка много орешек много костян а характерный признак сложноцветных их главный отличительный я бы даже так сказала это образование соцветия корзинка мы тоже об этом уже говорили и так вишня по внешнему виду сразу понятно плод костянка формула цветка соответствует розоцветным хризантема витке мелкий собраны в соцветие корзинка сложноцветные малина малина конечно же это растение из семейства розоцветные лапчатка возможно не все знают это растение как оно выглядит это растение из семейства розоцветные Обратите внимание, 5 лепестков, 5 чашелистиков, много тычинок, 1 пистик. Пенамбург, по-другому это растение называют земляная груша. И обращаю ваше внимание, что цветки собраны, как и у подсолнечников, соцветия корзин. И последний у василек, тоже соцветия корзинка, поэтому василек относится к семейству сложноцветные. Ответом на такие задания является последовательность цифр. Вот в таком же виде, без буквенных обозначений, просто цифры 1, 2, 1, 1, 2, 2 переносится в бланк ответов. Вот задание на установление последовательности. В данном случае необходимо расположить в правильной последовательности процессы химической обработки пищи в желудочно-кишечном тракте человека. И в ответе записать соответствующую последовательность цифр. Какие процессы перечислены в данном случае? Всасывание питательных веществ, интенсивное всасывание воды и минеральных веществ, створаживание молока под действием химозина, окончательное расщепление белков, жиров, углеводов, расщепление крахмала, гликогенов под действием птиолина, эмульгирование жиров под действием желчи. Давайте теперь вспомним последовательность расположения органов пищеварительной системы и основные процессы, которые протекают в каждом отделе желудочно-кишечного тракта. Итак, строение пищеварительной системы человека. Ротовая полость. Происходит формирование пищевого комка, расщепление углеводов, обеззараживание пищи. Дальше глотка. Процесс глотания обеспечивает. Пищевод проводит пищевой комок непосредственно в следующий отдел желудочно-кишечного тракта. Это желудок. Расширенная часть пищеварительной системы. Здесь действуют многие ферменты. В частности, начинается расщепление белков под действием пепсина. Также есть химозин, который створаживает молоко. Следующий отдел. Начальный отдел тонкого кишечника. 12-перстная кишка, в которую впадают протоки печени, вырабатывающие желчь. Желчь активизирует ферменты и обеззараживает частично пищу. А также желчь эмульгирует жиры. И кроме печени, в 12-перстную кишку впадает проток поджелудочной железы, которая вырабатывает ферменты для расщепления, полного, окончательного расщепления, всех групп питательных веществ, духов, жиров и углеводов. В тонком кишечнике, стенка которого имеет большое количество ворсинок, происходит окончательное расщепление. И самое главное, происходит последствия всасывания питательных веществ, кровеносные сосуды и лимфатические. И толстый кишечник, в котором всасываются интенсивно вода, минеральные вещества, вырабатываются некоторые витамины, бактериями, симбионтами. Итак, это мы повторим. Мы можем еще раз посмотреть название всех органов и перейти теперь непосредственно к выполнению задания. Ответ на это задание будет выглядеть таким образом. В ротовой полости расщепление крахмала, гликогена под действием тиалина. Пятое. На втором месте мы ставим створаживание молока под действием химозина. Это происходит в желудке. На третье место эмульгирование жиров. Это в 12-перстной кишке, под действием желчи. Четвертое место. Окончательное расщепление белков, жиров и углеводов. Это тонкий кишечник. И только после этого, возможно всасывание питательных веществ. И на последнее место, интенсивное всасывание воды и минеральных солей, которые осуществляются в толстом кишечнике. Потерялась мышка. Следующее задание, когда необходимо в текст вставить пропущенные понятия, пропущенные термины. Приводится перечень терминов. Обычно пропущены 4 термина, а вот в перечне включено 8. Теперь перейдем непосредственно к заданию, чтобы можно было посмотреть, как оно выполняется. Текст называется «Паукообразные». Паукообразные в основном сухопутные членисты ноги. Тело паукообразных состоит из... Я точно знаю, что тело паукообразных состоит из головогруди и брюшка. Итак, мы выбираем голова, грудь и брюшко. Усики отсутствуют. Глаза у паукообразных простые. Их может быть 4 пары и больше, но они простые. Ходильных ног. У членистоногих одним из систематических признаков является определенное количество ходильных ног. У ракообразных их 5 пар, у паукообразных их 4 пары, у насекомых их 3 пары. Поэтому мы выбираем здесь, что у ходильных ног у паукообразных 4 пары. Ну, я дальше читать текст не буду. А последовательность цифр вписывается вот в такую таблицу и затем переносится выпускником в бланк. Как вы понимаете, нужно четко соблюдать последовательность цифр, так как это слова, пропущенные в тексте. Каждая цифра соответствует определенному термину. И в первой части, последнее задание, которое оценивается в 3 балла максимально, это сопоставление какого-то биологического объекта и предложенным моделям, когда нужно данный объект описать по определенному плану. В данном случае нам предлагается описать генеративный побег малины по следующему плану. Это соцветие назвать, указать, изобразить диаграмму цветка, тип плодов, плод, как называется, написать формулу цветка и определить семейство, к которому относятся малины. Она нам уже в нашей работе встречалась неоднократно. Итак, соцветия. Куда делается отсюда соцветие у нас? У нас убежало одно соцветие из презентации. Значит, у малины соцветия щиток. Диаграмма цветка, которая подходит к малине при наличии 5 чашелистиков, 5 лепестков, большого количества тычинок и пистиков, это диаграмма под номером 3. Плод у малины сложный, образован большим количеством мелких костянок и называется он многокостянок. Ну и последние два пункта, это формула цветка и семейство розоцветные. Формула цветка, 5 чашелистиков, 5 лепестков, много тычинок и много пистиков. Ответ записывается тоже в виде последовательности цифр, бланк. Если все выполнено правильно, будет начислено 3 балла поставлено за выполнение этого задания. При одной ошибке будет 2 балла и допускается 2 ошибки, тогда будет 1 балл. Если ошибок было больше, чем 2, то тогда задание считается выполненным неправильно и оценивается 0 баллов. Теперь мы с вами переходим ко второй части работы. Это вторая часть, которая предполагает выполнение заданий на специальных планках и предполагает, что выпускник даст полный, развернутый ответ на вопросы. Итак, в задании 29 предлагается текст и к этому тексту, который необходимо прочитать для начала, даются 3 вопроса. Мы сейчас с вами почитаем текст цветок, а потом вернемся к вопросам. Я просто хочу сказать, что прочитав текст, внимательно прочитав текст, в нем можно найти ответы на поставленные вопросы. Итак, цветок – видоизмененный побег, который обеспечивает опыление, плодотворение, формирование плода с семенами. Со стеблем цветок соединен цветоножкой. Цветоножка переходит в цветоложи, на котором располагаются все части цветка. В центре цветка находится пестик, состоящий из завязи, столбика и рыльца. В завязи пестика находится семя почка, в ней формируется зародышевый мешок, женский гометофит, в котором находится диплоидная центральная клетка и яйцеклетка. Пестик окружен тычинками. Тычинки различают тычиночную нить и пыльник. В пыльниках созревает пыльца. Пыльцевое зерно – это мужской гометофит, состоит из вегетативной и генеративной клеток. Тычинки и пестик окружены околоцветником. Околоцветник, состоящий из одинаковых листочков, называют простым. Околоцветник, состоящий из чашечки и венчика, называют двойным. Строение цветка выражают формулой, которая указывает число чашелистиков, лепестков, тычинок и пестиков. Например, формула цветка вишни выглядит вот таким образом. Формула цветка гороха вы тоже видите. Я хочу обратить внимание на формулу цветка гороха и пояснить, что если цифры взяты в скобки, это говорит о том, что части цветка срослись. В данном случае у гороха пять чашелистиков сросшихся. Лепестков всего пять, но они имеют разные названия и размеры. Один лепесток крупный, свободный, называется парус. Два лепестка образуют весла, и два лепестка срастаются – это лодочка. Тычинок всего десять, но девять из них срастаются, и одна остается свободной. Пестик один. У цветковых растений оплодотворение двойное. Пыльца, попав на рыльце пестика, прорастает. За счет вегетативной клетки образуется пыльцевая трубка, по которой передвигаются два спермия, образуются из генеративной клетки. Спермии проникают в зародышевый мешок, один из них сливается с яйцеклеткой, образуется зигота. Из которой в результате развивается зародыш семени, другой сливается с центральной клеткой, и образуется эндосперм – особая ткань с запасом питательных веществ. Из зародыша эндосперма формируется семя, из покровов с семенозачаткой семенная кожура. Вопросы, на которые необходимо ответить, что такое опыление, какие виды опыления вы знаете, какова функция цветка и почему оплодотворение у цветковых растений называют двойным. Все ответы на вопросы есть в тексте. И правильный ответ должен содержать следующие элементы. Ответ на первый вопрос. Опыление – это перенос пыльцы из тычинок на рыльце пистика. Виды опыления – с помощью насекомых, с помощью ветра и самоопыления. Второй вопрос. Я напомню его. Какова функция цветка? Ответ на второй вопрос, что цветок обеспечивает половое или семенное размножение покрытос семенных растений. И есть ответ на третий вопрос в тексте. Почему плодотворение у цветковых растений называют двойным? Потому что участвуют два сперми. Один сливается с яйцеклеткой, образуется зародыш семени. Второй сливается с центральной клеткой, и образуется особая ткань эндосперм с запасом питательных веществ. Тридцатое задание предполагает анализ информации, которая представлена в табличном виде. И затем, проанализировав, изучив эту таблицу, эту информацию, которая размещена в таблице, нужно ответить на три поставленных вопроса. В данном случае предлагается информация о числе устиц разных растений на площади 1 квадратный миллиметр поверхности листа. Надо найти растения с наибольшим количеством устиц на верхней стороне листа и на нижней. Причем, обращая ваше внимание, найти растения, а не одно растение, вот с таким количеством устиц. Затем объяснить биологическое значение такого распределения устиц на примере кувшинки. Почему именно на верхней поверхности листа? И объяснить, будет ли отражаться и как отражается загрязнение воздуха на количестве устиц. Правильный ответ должен содержать следующие элементы. Указание растений по первому вопросу, ответ на второй и третий. Я не буду комментировать, это вы сможете прочитать затем самостоятельно, как один из вариантов ответа. Я перехожу к последним двум заданиям, потому что у нас уже времени совсем немного осталось. Задание по комбинаторике. Это составление или анализ рационов питания. Почему комбинаторика? Потому что нужно выполнить задание с выполнением, с соблюдением определенных условий. В данном случае приводится информация в виде трех таблиц. В первой таблице вы видите таблицу энергетической и пищевой ценности блюд или продукции кафетерия. Вторая и третья таблицы содержат другую информацию. Во второй таблице, как распределяется калорийность всех блюд в течение дня при четырехразовом питании. Третья таблица, это суточные нормы питания и энергопотребления у детей и подростков в зависимости от их возраста. Так, само задание выглядит следующим образом. Сергею 11 лет, его вес составляет 32 килограмма. Он был на каникулах зимой в городе Великий Устюг. И после экскурсии по трапе сказок он обедал в кафетерии. В заказ ходили такие блюда, как сложный бутерброд с курицей, салат овощной, мороженое с шоколадным наполнителем, вафельный рожок и сладкий газированный напиток. Используя предыдущие таблицы, их три, необходимо определить калорийность обеда. Рекомендуемую калорийность обеда при четырехразовом питании. Количество жиров, которые поступили у него с пищей во время обеда. И их соотношение или их отношение к суточной норме. Итак, ответ на это задание будет выглядеть таким образом. Сначала мы рассчитаем ту рекомендуемую калорийность обеда для ребенка 11 лет. Прошу прощения. Используя таблицу номер 3, мы берем, что энергетическая потребность 2900 ккал в сутки. На обед приходится 50%. То есть здесь информация берется из двух таблиц. Мы получаем, что калорийность обеда должна быть 1450 ккал. Дальше то, что он заказал, с использованием таблицы номер 1, мы определяем энергетическую ценность его обеда. Она составляет 1115 ккал. Это неплохо, то есть лишь бы больше не было. Подсчитывается количество жиров, как просили нас в условии задачи. И затем мы определяем, какое процентное соотношение между поступившими с пищей жирами и суточной потребностью. Чтобы рассчитать суточную потребность 11-летнего подростка в жирах, нам необходимо количество жиров на килограмм веса 11-летнего подростка умножить на его массу. 32 кг, да? 32 на 1,7. Правильно. Получаем, что это будет 54,4 грамма в сутки. В данном случае он употребил 48 грамм, что составило 88%. И последнее задание. Это задание, которое тоже подразумевает развернутый ответ. Ответ на вопрос, что можно было пояснить. Какие-то, может быть, основы правильного питания, культуры питания, так скажем. Ну вот в данном случае. Почему нельзя жевать жевательную резинку на голодный желудок? Надо привести не менее двух аргументов. Я показываю вам, какие аргументы можно было бы привести. Что жевание запускает работу всего, всей пищеварительной системы. Желудок начинает выделять желудочный сок. А так как пища не поступает в желудок, то желудочный сок начинает переваривать собственную слизистую оболочку. Что впоследствии может привести к развитию таких хронических заболеваний, как гастрит, панкреатит, колит. Вплоть до язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Ну вот все. Мы разобрали с вами всю работу. Нет, я не прощаюсь. Я говорю спасибо за внимание. Напоминаю, что следующая встреча 23 октября. И теперь готова отвечать на вопросы, если такие были. А этот вопрос им виден? Да, я не хочу, что и у вас. Так, уважаемые коллеги, хотелось бы попросить вас, чтобы вы вошли на вкладку «Опрос» и ответили бы очень коротко на вопрос. Например, какие вопросы вы хотели бы обсудить на следующих вебинарах по биологии в ноябре и какие темы для вас наиболее актуальны? Вот. Да, ответить нужно сейчас. Ну, просто перечислить, возможно, какие-то разделы. Может быть, это отдельные темы. Может быть, это какие-то отдельные формы заданий и так далее. Чтобы можно было спланировать нашу дальнейшую работу. Я вижу, что пишут большое спасибо. Всем тоже большое спасибо за внимание. Но я все-таки хочу от вас получить обратную связь не только в виде спасибо, а еще в виде домашнего задания для меня. Уважаемые коллеги, интересно, мне тоже было бы интересно увидеть от вас какие-то вопросы, темы. Подкиньте мне, пожалуйста, идеи для следующих вебинаров, чтобы было интересно всем. Давайте мне домашние задания. Больше информации о ботанике. Вот спасибо Дмитрию. Но для него как раз-таки такой комментарий. Сейчас в издательстве Легион вышло у нас пособие новое учебно-методическое по разделу растения, грибы, бактерии и лишайники. Там информация о разделе, о ботанике, которую не все очень любят. Она представлена в виде таблиц, схем, очень структурирована на достаточно высоком уровне, не на уровне шестого класса, как принято изучать ботанику. И есть подборка большого количества заданий тестовых и заданий разного уровня для проверки своих знаний. Меня интересует... Так, вот еще Ирина Иосифовна у нас тут говорит, что интересует вопросы, которые касаются... По поводу 11 класса. По поводу экзаменационной работы, вот такого же разбора детального, подробного одного варианта, у нас будет с вами встреча 23 октября. Вот. Так, вот вопросы, которые касаются... Коллеги, я услышала, возможно, что это и учащиеся. Вопросы, которые касаются человека. А можно было бы более детально в теме человек, какие именно вопросы интересуют. Что касается энергетического и пластического обмена, ну, у нас и был вебинар, мы тоже планировали по цитологии, по молекулярной биологии. Анатомия и генетика. Будет у нас вебинар и по генетике, по решению задач. По генетике, по молекулярной биологии. Да, я вижу метаболизм, функция жизнедеятельности человека, пищеварительная нервная система. Хорошо. Мы как-то можем вот эти пожелания систематизировать и тогда посвятить, может быть, разбору каких-то вопросов по разделу человека и его здоровья, именно теоретические. Эндокринная система. Вот увидела я очень сложные, да, вопросы по эндокринной системе. Ну, вот я сейчас вижу, 83, да, было? Коллеги, ну, сообщайте по цепочке. Вот вы получили информацию, передавайте ее дальше. Для того, чтобы было больше участников, может быть, было бы больше идей для проведения в дальнейшем таких мероприятий. Подключайте учащихся. Вот я вижу решение задач по генетике, где купить ваши книги. Ну, а задачи по молекулярной биологии, это наверняка задают мне коллеги такие вопросы, высказывают пожелания, а, наверное, учащиеся. Либо коллеги для того, чтобы посадить учеников, и мы бы порешали задачки. Хорошо. Всем спасибо. Всем до свидания. Увидимся, услышимся, увидимся 23 октября. А потом тогда будем еще планировать работу, и, может быть, 23 тогда и скажем о том, какие будут еще темы освещены в ближайшее время. Вот еще вопрос увидела, как лучше организовать подготовку учащихся к основному государственному экзамену. Так, Наталья Николаевна, ну, все будет зависеть, конечно, от того, какой уровень подготовки. И в наших изданиях сейчас везде идут методические рекомендации, в том числе и по биологии. Необходимо сначала провести диагностику, то есть установить, какие темы, какие разделы курса биологии западают, то есть какие есть пробелы, над которыми надо работать. Здесь большую роль еще играет, конечно же, и умение работать с тестовыми заданиями, так называемая тестовая искушенность выпускника. Если он знает, как выполнить задание, как оформлять ответ, то это уже какая-то доля успеха. А затем для каждого индивидуально выстраивается какой-то, ну, какой-то путь, да, траектория для повторения. Для девятого класса вся сложность и ваша помощь как учителя, скорее всего, будет заключаться в том, чтобы рассмотреть наиболее сложные темы. А это темы, конечно же, строения и работа нервной системы, это железо внутренней секреции, это почему-то круги кровообращения, это регуляция работы органов нервная и гуморальная, и, наверное, это высшая нервная деятельность. Остальные, в принципе, темы, как, например, строение и функционирование опорно-двигательного аппарата, мышечной системы и так далее, это ученики, способные осваивать вне вашей помощи, вы только можете контролировать и оказывать консультативную помощь. Вот. Вот таким образом. Все-все-таки, коллеги и дорогие выпускники, зависят от самого ученика. Если он захочет подготовиться, он это сделает. Биологию реально сдать на хороший балл. При систематической работе, подготовке. Спасибо, до свидания.